Очаков ТВ представляет Добрый Злой Бывает Бывает О чем общаетесь? Ну я не знаю, мы же с вами в Антоне мы играем, правильно? Не, ну если вам интересно, можно в Антоне мы поиграть Ну вы сказали добрый, я сказал злой, мы же в Антоне мы правильно играем? Или как? Ну, просто к чему сказали злой, я не понял А вы к чему сказали добрый, я тоже, честно говоря, не понял Я ответил на вас злой Нет, вы вначале сказали добрый, я ответил злой Да? У вас с памятью проблема или нет? Нет, у вас проблемы. Ну, вы блогер, пересмотрите еще раз видео. Ну да, вы зашли, вы сказали первый, добрый, я вам сказал, злой. И к чему это было? Так я не знаю, к чему вы сказали добрый. А к чему вы сказали злой? Ну, потому что злой это антоним от слова добрый, понимаете? А вы что, на антонимах работаете? Ну, я не знаю, я думал, вы хотите в антонимы поиграть. Вы ничего не знаете, а на хрена вы вообще к чат-рулетку зашли? Ну, чтобы узнать. Чтобы на антонимах работать или что? Ну, если бы сказал, блядь. Вы пьяный? Вы пускали жизнь или что? Да, конечно. В антонимы так играются, конечно. Вы не знаете, как играются в антонимы? Мы что, играем во что-то? А я не знаю, я думал, вы играете. Вы не играете, да? А что вы вообще знаете? За наши разговоры вы сказали слово «не знаю» четыре раза? Это я сказал насчет того, что играете вы в антонимы или нет. Этого я не знаю и знать не могу, во что вы играете. А что вы здесь сидите? Ну, на хрена вы с ними общитесь, вы ничего не знаете? Я же не сказал, что я ничего не знаю. Я не знаю, во что вы играете, когда сюда заходите. На все вопросы, которые я задал, вы ничего не знаете. Я вас слушаю, продолжайте. Я вас слушаю. О чем общаетесь? Слава Богу, слава Богу. Давайте говорите. Вы из какого города? О чем общаетесь? Ну, вы знаете, о войне в основном получается. Какой войне? Первый мировой? Нет, нет. Третий мировой. Третий мировой пока не было, слава Богу. Пока не было, согласен. Но, как бы, это первый этап. О войне между Россией и Украиной. Да нет, это мелочь. Это не война. Вы думаете, Россия не решится применить ядерное оружие? Где, на своей территории? Нет, на территории... Это глупо. Это глупо. На территории Украины или Европы где-нибудь. Так это Украина или Европы где-нибудь российские территории? Это кто? Исконная русская территория. Исконная... Они же кондовые, да? Они же домотканные, да? Домотканные. Что вы думаете? А кондовые подходит слово? Кондовые. Давай еще какое-нибудь слово придумаем. Давай. Пожел. Не, ну я же не придумываю. Это слово, ну, как бы, оно существует. Ну, давай. Документальный есть что-нибудь? Что доказать? Доказать можешь что-нибудь? Могу. Аканы, маканы, факаны. Что ты мне там выдумываешь какую-то фигню? Вы из какого города? Я из России. Это я уже... Это я уже... С Москвы. С Москвы. А ты откуда? Все из... С Москвы. А вы откуда? Слушай, ты как-то не похож на москвича. Почему? Я на даче отдыхаю. В каком районе Москвы ты живешь? Ну, в юго-восточном округе. В юго-восточном округе Москвы? Да. Какие в юго-восточной части Москвы три станции метро? Назови мне. Печатники Рюблино, текстильщики, Дубровка. Ну, ладно, ладно, ладно. Согласен, согласен. Знаешь, на Дубровку. На Дубровку. Помнишь такси на Дубровку? Ну, блин, центр, на Дубровку. Ну, ладно, ладно. Ты мне это проверял, что-то, ебать? Ну, конечно, конечно. Потому что почему-то... Откуда ты знаешь, какие станции метро в Москве? Я не украинец. Я живу в Калифорнии, выходить из России. Более того, я в Москве... А ты знаешь, какие там станции метро? Я жил в Москве некоторое время. Год с чем-то. Ты в курсе там до хрена чего поменялось? Да, знаю. Даже в метро? Знаю, знаю. Откуда? Я был полгода назад, последний раз в России. А кто пишет за Украину, короче, да, все равно? Нет, нет. Что значит за Украину? Я топлю... Смотрите, я топлю за цивилизованный мир, в который входит в том числе и Украина. Против дикости, против дикого мира, в который в том числе входит и Россия. Наряду с Северной Кореей и там, ну, еще с несколькими странами и сгоями. А, ты хочешь сказать, что Росказерация – это дикость? Ну, это дикость, да. Да? Да. А зачем же ты приезжал в дикость, ездил на этом метро? Объясню, потому что у меня есть... Хотя у нас метро лучше, чем в Калифорнии, наверное. У меня есть... Самое лучшее метро в мире, самое чистое метро. Потому что у меня... Дикость в Калифорнии... Вот метро в Калифорнии – это дикость. Нет? Можно отвечать? Можно отвечать? Я не прав говорю. Можно отвечать? Ну, отвечай. Ну, да, потому что ты сам задаешь вопрос, сам на него отвечаешь. Может, мне просто постоять в стороне и послушать, как ты сам... Давай, давай, давай. Отвечай, отвечай. Вот, отвечаю, отвечаю. Значит, дикость выражается не только, насколько чистое метро. А приезжал я в Россию, потому что у меня там есть еще родственники и друзья, к сожалению. Для них, к сожалению. К сожалению? Конечно, конечно. Потому что он жил в Москве, когда есть станции метро в Москве, знаете. Приезжал. Ну. Что ну? А насчет чистоты метро, что ты молчишь? Ну, довольно чистое метро. Я же ничего не говорю. А в Калифорнии? Ну, в Калифорнии, где я жил, метро нет. В Лос-Анджелесе есть метро, но оно такое там... Тоже почти нет. В Москве очень разветвленная сеть метро, потому что вы же не можете себе позволить... У вас нет дорог нормальных и нет машин нормальных. Поэтому вы только спасаетесь метро, понимаете? Чего ты берешь? Если ты был в Москве, у нас столько дорог, охрененных развязок сейчас строится. Поэтому у вас пробки самые большие в мире, наверное, в Москве. Поэтому, да. У нас по дорогим тачкам... Такие развязки, такие дороги. Мы на втором месте в мире по дорогим тачкам. Чего ты рассказываешь-то, блин? По дорогим тачкам, Верю. У вас 0,1% самые дорогие тачки. А где же эти дорогие тачки ездят по каким дорогам? А у вас нищеты вообще нет. Лада, блин, Калина. Ты знаешь, что у вас сейчас перешли на стандарты 80-х годов? У вас сейчас АБС не будет в машинах? Уже утвердили ваши стандарты. Как смешно это, бля. Я работаю в директорском центре. У нас все будет и все есть. Нет, все. У вас не будет АБС. У вас электроподъемников не будет. У вас не будет кондиционера, блин. А у вас чего не будет? У нас все есть. У вас ни хлеба не будет? Хлеб в Америке не едят. Хотя хлеба полно, конечно. А, не едят? Практически не едят. Свою говно еляете, да? В Америке хлеб считается... Ты понимаешь, хлеб это русский человек привык восполнять недостаток пищи хлебом. Поэтому откуда похожа эта традиция? Хлеб вообще-то... Ну, это по суеверию, это плоть Божья. Ну, может, по суеверию это плоть Божья, хотя... А вы не суеверен? Это не так, конечно. Вы не христианин? Вы не христианин? То есть, по-твоему, суеверие и христианство это одно и то же, да? Да вы там все, ну, я понял, вы там все пидоры, да? Ты не знаешь, что христианство отвергает суеверие? Ты не слышал об этом? У нас те отвергают. Любой вид религии отвергает суеверие. Ваши религии меня не интересуют. Ты какой-то немножко, по-моему... Ты сам сказал, не понял ни хрена. Нет, я понял, ты не понял. Ни одна религия... Как может религия отвергать суеверие? Любая религия не признает суеверие. Ты, ну, включи голову и подумай, что-то сказал. Ты не понимаешь... Ты вообще понимаешь, о чем мы говорим или нет? Конечно, конечно. Так вот, любая религия, в данном случае мы говорим о христианской. Ты мне это не на русский. Она отвергает суеверие. Как она может отвергать суеверие, если она выращена на это? А я объясню тебе, как она отвергает. Что человек, верящий в Христа, то есть христианин настоящий, он не может быть суеверным. Да? Да. Ну, это только у вас не может. Потому что суеверие противоречит христианству. Ты не знаешь элементарных вещей. Слушай, а ты... Ты не знаешь русских людей. Подожди, я понял. Поэтому ты такой долбоев. Нет, я понял, слушай, я же тебя не оскорблял. Зачем? Ты же некрасивый. А я тебя оскорбляю, потому что ты несешь херню. И ты противоречишь, блядь, моему богу. Вот и все. Моему православию, моему народу. Я не противоречу. Я от тебя немножко открываю. Ну, ты смеешься над этим. Я смеюсь над тем, что ты не знаешь элементарных вещей. Понимаешь? Каких вещей? Ты сам придумал какие-то вещи и говоришь, что я их не знаю. Ты что хронишь? Христианство отвергает суеверие. Какое православие не отвергает суеверие? А православие это христианство или нет? Православие, ну, чисто русская тема, да, наша. Не ваша тупая. Православие отвергает суеверие или нет? Текатолик? Это не важно, кто я. Православие отвергает суеверие или нет? До хера. Одну молитву, хоть одну молитву мне назови. То есть ты не знаешь, что такое суеверие? Одну молитву, любую, мне назови. Зачем? Вот я знаю, ты знаешь хоть одну? Я знаю, да, но я на религиозные темы не разговариваю здесь вообще. А сейчас ты что делаешь? Я тебе просто говорю, что любая религия, в том числе христианство, отвергает суеверие. А сейчас ты что делаешь? Мы не углубляемся в религию. Мы сейчас говорим о том, что религия отвергает суеверие, понимаешь? Православие суеверие не отвергает. Ага. Ставим лайки за него, за знатокам, блин. Ну, хоть открою дух. Прежде чем позориться. Хоть одну молитву назови. Прежде чем позориться. Христианин. Хоть одну молитву назови. Прежде чем позориться. Открою. Христианин, говорю, молитву хоть одну назови. Прежде чем позориться. Христианин, молитву хоть одну назови. Как понять назови? Прочитать тебе? Любую. Ну, прочти мне хоть одну молитву. Или название тебе молитвы сказать. Нет. Наизусть знаешь хоть одну молитву? А зачем? Зачем я тебе это буду сейчас делать? Ну, для себя. Я знаю, я знаю. Я знаю наизусть. Я тебя тоже назову. Я тебя, ну, скажу. Я знаю наизусть. Давай скажем. Но сейчас я не об этом говорю. Если ты откроешь гугл, ты увидишь, что христианство Ты христианин или кто? Ты увидишь, что христианство отвергает суеверие. Ты разговариваешь о христианстве, чтобы я понимал, с кем я могу разговаривать о христианстве. Ты христианин, чтобы я понял, что христианин. Расскажи мне хоть одну молитву. Нет, я не буду тебе говорить ни одну. Зачем? Я не верю, что ты христианин. А я тебе что, говорил, что я христианин? А какое ты имеешь право говорить о христианстве? Я тебе говорю, что христианство отвергает суеверие. Ты, блядь, ебаный мусульманин, блядь. Тихо, 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 не подгораешь. Ну зачем? Я тебе не говорил, что я мусульманин. Я тебе не говорил, что я мусульманин. А, ну, блядь, ты не говоришь, ты говоришь о христианстве, ты нахрена говоришь? Я тебе говорю о том, что любая религия, Любая религия, включая Я знаю О христианстве намного больше, чем ты, поверь Молитву на визусть Давай хоть одну, любую Отче наш Я знаю Отче наш, например, я знаю Ну давай, скажи А зачем? Мне это не надо Чтобы я понимал, что ты реально христианин Мне все равно, что ты понимаешь Это во-первых А я тебе сказал, что я христианин Я не верю, что ты христианин А я тебе не говорил, что я христианин А зачем ты со мной на христианские темы общаешься? Потому что ты ни хрена не знаешь о христианстве Вообще А ты хоть одну молитву знаешь? Знаю Не буду я тебе ее говорить А зачем? Потому что ты ни хера не знаешь Нет, я знаю, а вот ты не знаешь Что религия любая Отвергает Поверь мне, я побольше тебя молитву знаю Ой, дурачок, блин Короче, понятно с тобой Ну, понятно Ну, я не вижу смысла с дурачком больше беседовать Он даже не знает элементарных вещей Сейчас, подожди, я к зрителям обращаюсь Закрой рот Он даже не знает элементарных вещей Он не понимает, что Любая религия В том числе Он упомянул христианство Да, это не я начал разговор Любая религия Включая христианство А может быть даже особенно христианство Они абсолютно отвергают Суеверие Потому что суеверие Это считается Идолопоклонничество и так далее То, что христианство отвергает То есть любая Ветвь христианства Отвергает суеверие Поэтому открывай гугл Сейчас я включу звук Да, слушаю Открывай гугл Почитай это И прежде чем говорить с любым человеком Хоть чуть-чуть Изучи, что такое христианство Что оно отвергает Что это вообще обосрочает Он обосрался Ты даже не знаешь Каким образом Он блогер, понял Естественно, я тебя выставлю на ютуб О, убежал, конечно Конечно Он даже не уверен Что православие Это христианство Видели он, как замялся Он Ну, это Это вот какая-то Наша религия Он даже Он не понимает Как они коррелируют Между собой Ну, как с такой бездарью Можно говорить Этот человек Называет себя верующим Я уважительно отношусь К любому вероисповеданию Но только если Человек не упоротый Какой-то абсолютно Безмозглый Который вообще ничего не знает А люди думающие Да, это Свобода совести Право каждого человека Иметь Какую-то религию Принадлежности своей То есть Но В общем, вы сами все слышали Субтитры сделал DimaTorzok